Валентина Толкунова 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 Мне просто уже некогда самой петь застолье, потому что мне даже иногда некогда слушать других исполнителей и смотреть передачи, и слушать, допустим, песни в другом исполнении, поскольку просто мне некогда. Я занята своими песнями, так было все 40 лет, которые я провела на сцене, и я, к сожалению, наверное, очень многое упустила, поскольку тщательно и с большой любовью занималась тем, что мне надо было отдать народу, отдать людям, и я просто так песен не пела, я их тщательно выбирала, и у меня не было таких песен на дно неба, которые проскакивали мимо, и которые не затевали бы сердце, и не запоминались бы. Я просто старалась таких песен не петь. Хотя, честно признаться, мне очень много приходилось петь всяческих песен разных композиторов в разное время, в разные годы, и я изучала очень много песен, которые потом не вошли в мой репертуар, но являлись огромной школой для меня, школой как певицы, как своеобразным таким ситом, через которые я сумела эти песни отселить. А чего было больше в репертуаре всегда все-таки песен определенных авторов или народных? И чтобы больше любили все-таки какие-то народные? Определенных авторов. Авторов? Авторов, да. Потому что народные песни, это песни, как правило, этнографического такого содержания и музыкального строя. Хотя у меня и были такие песни, которые назывались песнями прошлого века. Например, такая песня, как «Как по морю мою синему», это песня северных народов, архангелогородцев. И это песня старинная, которая имеет массу вариаций. Очень красивая песня. Я ее пела с детства и знала с детства. В хоре Дунаевского у нас Татьяна Николаевна Овчинникова. Как раз эту песню нам и отдала, и мы все ее очень любили. А потом я ее просто взяла в концерт и пела уже сольно и до сих пор, кстати, пою. Когда это требуется, я пою ее акапельно. И она очень красивая. Знаете, мы очень вас хотим попросить, если мы говорим о песне, хочется услышать, вспомнить. Напомните нам, что это за песня. А это очень простая песня. Она протяжная такая. Как по морю, как по морю, как по морю морю синему, как по морю морю синему. Вот такая песня. Но она дальше имеет продолжение. Плала лебедь с лебедятами, с малыми садитятами и так далее. Очень красивая русская песня. Когда я была в Америке, ею заслушивались американцы, потому что мне приходилось выступать в концертах, где был такой международный концерт. Разные певцы, испанские, бразильские, канадские, итальянские, американские и так далее. И эта песня вызывала просто какой-то удивительный взрыв, потому что она была неожиданной, потому что она была акапельной, потому что она была прозрачно чистой. И это вызывало взрыв аплодисментов всегда. Крики, браво, браво. Лизина Васильевна, мы вас прервем. У нас пауза небольшая. Через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим разговор. Напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня у нас в гостях почетный гость, народная артистка России Валентина Толкунова. Вы знаете, глядя на вас, действительно понимаю, что вы очень работоспособны. И, по-моему, были такой всю жизнь. Наверное, были очень активным и ребенком, и подростком. Вы занимались только музыкой или что-то еще вас увлекало в юности, в детстве? Вы знаете, я занималась музыкой, потому что это началось с 10 лет, когда я по конкурсу вступила в этот хор Дунаевского. Как раз так, как я из семьи железнодорожников, то я пришла в Центральный дом детей железнодорожников. И по конкурсу у нас 7 человек из всей школы было отобрано в этот хор. И мы пришли заниматься этим. И это было основательно. На 10 лет я там задержалась и пела-пела. И даже во взрослом состоянии и то бесконечно хотелось там быть, и бесконечно хотелось петь хоровую музыку. Потому что я очень люблю хоровую музыку. И до сих пор, если мне предоставляется возможность пойти в консерваторию или послушать просто хор, приехать в Эстонию, выслушать много-много хоров, я всегда это делаю, потому что для меня хоровое пение, оно меня успокаивает и вместе с тем дает мне вот эти самые добрые, прекрасные, теплые воспоминания о моем детстве, которые я, конечно же, провела в музыке. И я счастлива, что пела в хоре так долго и даже стала дирижером-хоровиком, потому что я закончила дирижерское хоровое отделение, Игнесинский институт культуры, он сейчас называется университет. Но я не стала хормейстером, я стала певицей. И это, оказывается, было лучше. Потому что я не успела поработать хормейстером. Валентина Васильевна, вот однажды Вы сказали, я очень отстаиваю свою песню, потому что когда ты вложил в песню душу, не хочется, чтобы она превращалась в шлягер. Песня не должна быть ни о чем, она всегда должна говорить о самом важном для человека. У нас есть сюжет. Валентина Толкунова, народная артистка России, за годы своей творческой карьеры успела завоевать сердца не одного поколения россиян. Репертуар Валентины Толкуновой состоит из песен, в которых раскрывается не только творческая, но и человеческая индивидуальность певицы. Ведь не зря ее песни становятся отдушиной практически каждого праздничного застолья. А сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. Огонь летят, наши годы, как птицы летят, И не созданы мы для легких путей, И это повадка у наших детей. Мы с ними уходим навстречу ветрам, Навстречу ветрам вовек не состарится нам. Огонь летят, наши годы, как птицы летят, И не когда нам отберутся. Каждый этап творческой жизни певицы – событие для ее поклонников. Даже бывший президент России Владимир Путин в очередной юбилей поздравил Валентину Толкунову такими словами. Высокое профессиональное признание, любовь многочисленных поклонников эстрадной песни – заслуженная награда за ваш незаурядный талант, душевную щедрость и великолепное исполнительское мастерство. Валентина Васильевна, мы знаем, что вы также пели оперу «Русские женщины», композитора Ильи Катаева. Если не знают наши телезрители, мы расскажем по мотивам поэзии Николая Некрасова. Также вы пели четыре оперные партии, участвовали в спектакле «Ожидание». Вы сказали, что любите хоровую музыку. Это несколько не хоровая музыка, это оперные произведения. Расскажите об этих работах. Кстати говоря, был эксперимент, который у нас в России был очень интересным, тогда в Советском Союзе, потому что Илья Катаев, композитор, написал вот эту оперу «Русские женщины» по мотивам поэмы Некрасова на стихе Кольцова, на стихе Пушкина, где я пела действительно четыре женских роли – сваху, солдатку, невесту и объединенный образ Трубецкой и Волконской, которые были женами декабристов, и они пошли за своими мужьями в Сибирь. И эти образы были разные, драматически насыщенные, наполненные, разные партии. И Илья Катаев специально для меня писал эту оперу. И надо сознаться, я с радостью вспоминаю всю работу над ней, и особенно с большой радостью вспоминаю, что моим партнером был Иннокентий Михайлович Смоктуновский, который играл роль губернатора. Он читал роль губернатора, а я пела «Княгиню». И у нас была такая интересная сцена, где я говорю, «Нет, я не жалкая раба, я женщина-жена, пускай горька моя судьба, я буду ей верна. О, если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть ему рабой. Но знаю, к родине любовь соперница моя, и если б нужно было, вновь ему простила б я». Вот такие красивые слова, и такой красивый романс, который мы пели с Леонидом Серебренниковым на стихи Пушкина, «Не спрашивай, зачем он илой думой», известнейшие стихи Александра Сергеевича. Серебренников пел роль князя, я пела роль княгини, был хор, балет, был оркестр симфонический, которым руководил как раз дирижер-премец. И это были интересные 100 спектаклей, которые я сыграла в разных городах нашей огромной страны, в самых крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Киеве, в Белоруссии, в Минске, и так далее, и так далее. То есть я вспоминаю эту работу как определенный этап в своей жизни, где удалось выйти за рамки эстрадной песни. И просто песни. И спеть арии, спеть романсы, ариоза, монологи. И я счастлива, что спектакль «Ожидание» был написан для меня. Это моноспектакль, где я была одна, вместе с... только с балетной девочкой, которая танцевала моё сердце, мою душу. Вот такой у меня был образ. И где я впервые читала стихи Роберта Рождественского и музыка Владислава Успенского, Санкт-Петербургского, тогда ленинградского композитора. И удалось вот как-то сделать так, что женское сердце было полно этой поэзии, любви, ожиданий, любви, счастья. И там были такие интересные, драматические, иконические всякие вещи, которые очень хорошо слышались. Валентина Васильевна, но вообще ощущение, что Вы действительно передаёте и поёте то, что чувствуете. Вот нужно ли артисту всё время быть в состоянии любви или какой-то наполненности? Наполненности, да. Наполненности. А где Вы черпаете силы? Вот ощущение, что Вы настолько дарите себя зрителю, и всегда это было. Как Вы восстанавливаете свою работоспособность? Ну, я дарю и не дарю. Между прочим, я тоже пополняюсь любовью. Всё ведь от любви. Нет ничего того, что не от любви. Всё остальное схоластика. И всё остальное – жёсткость. Всё, кроме любви и доброты. Поэтому, когда ты полон этой любовью, и когда у тебя есть возможность сказать всем, что ты любишь, тебе приходит обратно это чувство в сто крат больше. И поэтому ты восстанавливаешься моментально как от ласкового ветра, как от ласкового слова, от прикосновения, просто от внимания. Потому что человек, наверное, силён только и счастлив только тогда, когда есть так называемые положительные эмоции. И этих положительных эмоций надо как можно больше иметь за день, накапливать их, и стараться в каждой, даже не очень хорошей вещи, видеть положительную. Когда говорят, какой у вас там недостаток, я говорю, это недостаток и достоинство. Я в людях вижу лучшее, чем, может быть, они представляют собой на самом деле. Но мне так легче жить. Знаете, у нас есть небольшой недостаток, мы должны прерваться буквально на несколько минут, но потом снова вернёмся в студию, и будем очень интересно общаться. Ну что ж, у нас в гостях Валентина Толкунова. Действительно, мы говорим о перипетиях женской судьбы. Вот какая она на ваш счёт, женская доля? Доля женская? Почему-то сколько живёт женщина, столько и говорят о доле. Какие бы времена мы ни жили, в пещерные или 21 века, всё время говорят о женской доле. Вы не заметили? Ну, у кого-то по-разному. Кто-то говорит, что тяжёлая она такая женская доля, кто-то наоборот воспевает в стихах и в песнях. Да, конечно. Женская доля – это особенная доля, которая не свойственна ни мужчине, ни детям, никому, а только женщине. Потому что женщина запрограммирована на терпение. Женщина – очаг, женщина – тепло, женщина – огонь, женщина обнимает всё, что в её поле деятельности, в её зрении, в её поле зрения. То есть своих самых дорогих людей. И без женщины нельзя в семье, наверное, быть, поскольку она дарит вот это тепло, о котором так много говорится. Но у меня есть песня, где действительно женщина – суть того, что мы называем «Боль разведу руками, всё я сумею, всё смогу, сердце моё не камень». И, конечно же, я её всегда пою вместе с залом и всегда радуюсь, когда все знают слова и поют. Вот сегодня у меня был концерт для лучших врачей, военных врачей, морского флота, сидели в таких чёрных погонах, в чёрных кителях военные люди. Среди них были, конечно, и женщины-врачи. И сегодня весь зал пел «Я не могу иначе». Я была счастлива, потому что слова знали и женщины, и мужчины. И, наверное, вот это является так называемой народной песней. И массовой культурой, как мы её называем, массовой культурой, когда все всё знают. Я думаю, наши телезрители нам не простят, уж поверьте, если мы не попросим вас хотя бы немножечко спеть, вы знаете, даже песни вот эти, это гимн любой женщины. Ну, может быть, только с вами. Мы попоём, обставай. Пошёл, оставайтесь. Нет без тревог, ни сна, ни дня, где-то жаленько плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида конет. В небе любви такой простор. Сердце моё не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Всё я сумею, всё смогу. Сердце моё не камень. Спасибо вам большое. Ну вот мы и спели небольшим трио. Спасибо вам большое за такую предоставленную возможность. Действительно, для нас это большой подарок. Вот нам подсказывают, что у нас есть телефон от наших телезрителей, нам звонят из Ялты. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас слушаем. Меня зовут Сергей, я из города Астрахани. 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 Можно? Да, конечно. Вот, Валентини, я не знаю, как его отчество, извините, пожалуйста. Васильевна. Да. А вот как вы относитесь к тому, что вот на вашу песню из мультивной Простоквашины, вот диджей Венгер, по-моему, сделал ремикс? И второй вопрос. Планируете ли вы приехать в город Астрахани? Знаете, в Астрахани очень давно не была. Очень давно, я даже не помню, это было много-много лет назад. Я очень люблю этот город, не только из-за того, что в нем прекрасные зрители и теплый-теплый народ, но и за рыбы, которую в Астрахани очень много, из астраханских арбузов, которые я очень люблю, и вкусный хлеб пахучий, который я там ела, и с печки, просто с корочкой. И спасибо вам большое за этот вопрос и за приглашение косвенное приехать в ваш город замечательный. А что касается ремиксов, я против ремиксов. Если только я сама не захочу спеть это в переделанном варианте мою песню, я с удовольствием это сделаю, если мне это будет подходить под настроение. Потому что в каждую песню вкладываешь какую-то душу, и не какую-то, а определенную часть своей души. И поэтому песня запоминается, остается. Ну, а все остальное уже вторично. Вот. Хорошо, что первый блин не комом. Василина, у нас следующий звонок от наших телезрителей. Здравствуйте. Вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Васильевна, здравствуйте, милая. Здравствуйте. Ваша... Ваша дальнейшая поклонница на протяжении сорока лет. Спасибо большое. Как это приятно. Я любуюсь вами. Я слушаю вас. Спасибо. Я вам очень благодарна. Я живу в Ялте. Слонок изъел. Как у вас погода? Солнце? И Валентина Васильевна, миленькая, родная наша, мы вас все все любим. Спасибо. Я к вам приеду. Я знаю, что... И мой вопрос. Так... Валентина Васильевна, я когда-то по радио... Да. ...услышала вашу песню «Я деревенская». Да, была у меня такая песня. Я сейчас ее пою. Мечтаю ее услышать. Мечтаю ее услышать. Но для вас один куплетик. Один куплетик для вас. Ялте, привет. Мои добрые пожелания. Потому что я там очень часто бываю. И я надеюсь, что мы с вами встретимся. В театре, который я очень люблю. И в котором проведено много сольных концертов. Театр Чехова. Если он восстановлен, я обязательно приеду. И спою, приходите в гости. Я счастлива буду для вас спеть песню, которая вам нравится. Я помню, прошлым летом Ты мимо проходил. Зачем теперь заметил? Со мной заговорил. А нынче до рассвета Хмелеешь без вина. Я на все на это сказать тебе должна. Я ж деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу. А полюблю кого? Так навсегда. О, доля, 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 моя такая доля, полюблютка навсегда. Спасибо большое. Я не готова с вами в пряск. Вот на самом деле, знаете, вот вопрос, который действительно трогает меня. Как вам удается, вот я не знаю, сохранить такой удивительной красоты голос? Есть какие-то секреты? Поделитесь. Потому что голос звучит. Голос – это природа. Здесь природа, она и есть природа. Куда против нее? Ну, вы занимаетесь... Ну, естественно, я занимаюсь вокалом, естественно, я поддерживаю себя, естественно, у меня очень много концертов, и я пою, и это приносит свои результаты, потому что это те самые репетиции, которые так необходимы голосу, как любому инструменту, на нем надо играть, чтобы он не расстроился, так и голос. Мне вот все-таки хочется очень спросить, Валентина Васильевна, а вот что-нибудь по домашней, в домашней работе вы любите, ну, или готовить, или, может быть, шить, вязать, или все-таки все отдали действительно песни? Нет, ну, почему же я? Я очень люблю гладить белье, я люблю гладить пол, я люблю иногда что-то приготовить, вот из самых таких блюд, которые у меня получаются, мои родные любят сырники. Мои именно, не конечие-то, а мои. Я люблю быть посуду, я люблю просто поливать цветы, но я все люблю, просто нужно очень много времени для хозяйства. Вообще быть матерью, быть женой и быть просто женщиной значительно труднее, чем быть актрисой. Я это знаю твердо, потому что никто не замечает этой работы, которую ты проделал дома, и никто не замечает натруженных рук, иной раз женщины, когда они вздулись жилки, когда ногти потеряли форму, когда она все себя отдала детям, отдала мужу, внукам, и когда она не успевает хотя бы обратить внимание на самое себя. А этого никто не замечает, потому что все привыкли сесть за стол и есть то, что приготовлено. А что у нас еще есть, говорят все. А что за этим стоит? И вам так говорят. Нет, мне так не говорят, потому что я хозяйство, честно говоря, не веду таким образом. Я говорю, актрисой быть легче, чем хозяйкой дома. Понимаете, за всем следить надо. За тем, как убрано в доме, как помыта посуда, как постирано белье, как поглажено белье. Кто этим будет заниматься? Женщина. Поэтому, говорят, трудная женская доля. Самое трудное быть матерью и быть женой. Вот это женская доля, самая трудная. Но она оправдана, она Божья, и она под оком Божьим. И, говорят, появляется еще один ребенок в семье, еще один ребенок. И Господь дает этих детей, значит, он и даст силы, и даст возможность пропитаться, и даст возможность накормить всех детей, всю семью, и не оставить никого голодным. Валентина Васильевна, мы знаем, что Вы все-таки находите время, и есть такой момент, Вы даже посещаете женские тюрьмы, женские колонии. Это правда? Да. Да. Я пою для бездольных людей, для социально незащищенных людей. И у меня такое правило в жизни, уже правило я, 40 лет я это правило поддерживаю, петь для всех тех, кому плохо в жизни. Потому что не всем уж хорошо, правда. Вот некоторые просто люди не защищены в плане социальном. У них мало денег, чтобы купить билет и пойти на концерт. Поэтому я никогда не отказываюсь петь для стариков, для в домах престарелых, которым некуда деваться, у них замкнутое пространство, и они почти ничего не видят и не слышат. Если к ним кто-то не приедет, они просто заглохнут в этих четырех стенах. Поэтому им тоже нужен свежий воздух в виде песен, в виде человеческого общения. Я часто выступаю для раненых, для молодых солдат наших, для тех, кто побывал в Афгане, в Чечне. Я бываю в госпиталях, я встречаюсь с мамами этих солдат. Я часто бываю в женских клубах матерей, которые потеряли своих сыновей, которые собираются в свои клубы и устраивают свои встречи. Я для таких людей всегда пою. Я пою для сирот, я пою для кадетов, для кадетов наших мальчиков и девочек, которые сейчас служат в кадетских корпусах. Татьяна Васильевна, у нас опять есть звонок. Давайте послушаем телезрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это звонит Чапахер. Уважаемая Валентина Васильевна, я хоть человек молодой, но я ваш давнишний почитатель. Мне очень нравятся такие голоса, как у вас. Как я сказала, я живу в Чебоксарах. Вы у нас как-то были в году 86-м. Я вас даже фотографировал. Может быть, даже вам передавали мои фотографии. Это было в 86-м году. Вопрос такой. У меня родина в Нижегородской области, поселок Пижма. И 11 августа, да, 11 вопрос, там проходит день поселка. Приглашают артистов, известных людей. Вот, возможно, чтобы вы туда приехали. Как можно с вами решить этот вопрос, связаться? И возможно, чтобы вы приехали сюда? Конечно, конечно, возможно. Ну, просто, если бы я знала ваши координаты, я могу только дать телефон своего администратора. Больше ничего. Я могу дать телефон, если вы запишите 772-3707. Мы администратор, который вам не может дозвониться, коль скоро мы не знаем вашего телефона и местонахождения. А вы ему позвоните, и тогда мы решим вопрос. Лизина Васильевна, времени уже очень мало. По традиции у нас есть вопросы в стиле Блиц. Позволите? Пожалуйста. Давайте попробуем просто, да, подскажите, что много телефонных звонков, но, к сожалению, время эфира нашего ограничено. Итак, ваш самый любимый праздник? Пасха. Верите ли вы в приметы? Нет. А доверяете ли вы своей интуиции? Очень. Любите ли вы принимать гостей? Очень. А как вы любите отдыхать? На природе. Чем приходится жертвовать ради профессии? Скорее всего, собой. У вас есть какие-то вредные привычки? Вредные привычки? Ну, я не пью, не курю. Я смотря что относится к вредным привычкам. Фильм, который вы готовы смотреть снова и снова? Форест Гэмбелл. Ну что ж, у нас впереди небольшая рекламная пауза. Мы, к сожалению, должны прерваться, но после мы вернемся в студию и еще немножечко с вами поговорим, вы подарите нам действительно праздник. Сегодня у нас в гостях народная артистка России Валентина Васильевна Полкунова. И по традиции мы просим ее сформулировать формулу успеха для наших телезрителей. У меня всегда есть одна такая фраза, она не заученная, нет. Она фраза, которую я пронесла через всю свою жизнь. И я знаю, что помогает успеху. Это две вещи. Любить и творить. Вот эта формула успеха во всех делах. И не только в музыке, но и в нашей жизни. Ну что ж, а для нас ваше имя всегда ассоциируется с замечательной мелодией, с замечательными песнями. Но так жалко с вами расставаться и все же. Будьте добры, напоследок. Вы знаете, я думаю, что мне пора пожелать, коль скоро уже конец передачи, пожелать всем, чтобы ангел-хранитель, который у нас есть у каждого, чтобы он хранил нас на долгие годы. И на стихи Надежды Терзновенко, моей подруги, я написала такую мелодию и такую песню. И мне хотелось бы ее просто вот каждому успеть, каждому подарить, чтобы защитник, который у нас есть, он всегда был с нами. Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной всегда и везде ангел-хранитель, его я просил Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой.